привет друзья вы на канале mjc и сегодня мы с вами будем говорить про тренды войти в общем а не только про java и расскажет нам про эти тренды сергей сергей победил инженерной катя которую вы сможете посмотреть по ссылке мы его захарили в нашу команду он вам сегодня будет все рассказывать они я встречаем камера понял можно лицо попроще сделать новый средств добрый день наши подписчики мы начинаем новые видео в этом году и мы хотим начать наш обзор с новых средств разработки как вы знаете в прошлом да и как и всегда все компании про новые средства разработки а сидите это я понял привет добрый день меня зовут сергей мы на канале mjc сегодня мы попробуем рассказать вам основных трендах которые будут нас ждать в этом году многие тренды уже зародились они только зародились в прошлом году они уже были актуальны и в этом году мы ожидаем новый взрывной рост этих технологий и этих продуктов которые реализуют эти новые технологии мы хотим об этом рассказать в этом видео давайте начнем с новых средств в разработке как вы знаете jetbrains в предыдущем году в конце прошлого года я пытаюсь что ты он показывал он не сбивает мне как вы знаете jetbrains представила в прошлом году в конце прошлого года но новую идея флит пока в ограниченном в доступе как мы поняли делается упор на легковесность а также удобство совместной разработки мы еще не использовали эту идею в реальным в реальной практике но если вы уже попробовали этой идеи пожалуйста поделитесь с нами своими впечатлениями если у нас будет достаточно интереса от подписчиков мы сделаем отдельное видео об этом также продолжает набирать популярность ассистенты для написания кода скажем github copilot а также клара и тобин скажем насколько это будет эффективно пока не очень известно понятно известно но если у вас есть возможность начать работу с такими ассистентами я бы рекомендовал начать гитхаб copilot инструменты на код и low код в разработку уверенно входят новые способы написания программного обеспечения где вам практически при не нужно писать код это очень удобно для при селсах или для различных пилотов о том как делать при селс вы можете посмотреть в разборе нашей архитектурной каты также low код решения подойдут для небольших стартапов или бизнес-аналитикам это позволит им достаточно быстро получить элементарный фидбэк от вашего клиента также я вам предлагаю подписаться на блог наши коллеги и зиба где она расскажет по очень простым языком как лучше сделать обычные вещи для программиста такие как элементы там типа дроп-даун поставить на форму а также например создать поп-ап это позволит вам создать реальные требованиях по которые вы разрабатываете а также улучшить ваши софт скиллы самое главное вы научитесь четко рассказывать о вашей программе вашим потенциальным клиентам подписывайтесь на инстаграмм ставьте ракету будет а гнище также вы можете попробовать наиболее известный лоу код платформы такие как mendix а пиан и cortezo господи понимаешь это это на самом можете это записать кстати ребята на самом деле а лоу код это очень хорошо просто показывать как мокапы и так называемые делать иногда и штамм или прототипы это конечно очень удобно но ожидает что они будут работать так как вы ожидаете это немножко бесперспективно то есть вы тратите на это время но насколько она окупает себя нет она вызывает только раздражение вашего кастомера который хочет от вас получить внятное объяснение этими вещами вы только его запутываете а если вы не согласны напишите в комментариях не живым языке программирования а многие платформы сейчас представлены из сервисов от написанных на разных языках программирования например для современного тренда машинного обучения очень подходит язык python поскольку может быть оптимальным выбором если вам нужно внедрить человека который не знаком чрезвычайно плотно с программированием питон можно выучить буквально за один час я в принципе сам переходил на питон и я посмотрел видео за один час освоить питон блин гады алло наташа я пишу видео мне потом поговорим окей третий тренд это не живым языке программирования таким языком можно отнести язык питон javascript и go ну питон это язык который идеально подходит для машинного обучения дальше язык javascript это идеальный язык для того чтобы вы могли писать какую-то логику или анимацию на ваших веб-страничках ну и go язык который позволит вам обеспечить на более высокую производительность вашей системы он принципе именно заточен под это напишите какие вы новые языки использовали в этом году также в прошлом году интересно какой язык больше вам всего понравится вообще я являюсь фанатом языка javascript но а питоне я могу сказать только одно с предыдущей компании убежал потому что не хотел программировать на питон и когда я пришел в випом у меня догнал четвертым трендом который будет активен в этом году это кросс-платформенная разработка единственная причина которая может остановить рост новых мобильных новых появления новых мобильных устройств это проблема с электронными компонентами но проблем не будет с разработкой программного обеспечения вы знаете что мобильное устройство построены на основных двух платформах то есть ios и android было еще решение от windows но она умерла то есть microsoft перестала поддерживать это тем не менее появились остались фанаты которые используют кросс-платформенные средства для разработки что это дает вы можете в одном приложении разрабатывать мобильные какие-то поддержку каких-то мобильных приложений для двух устройств одновременно например в прошлом году был очень активен такой продукт как flutter а в этом году мы можем а flutter я всегда чего почему-то его читал как flutter ну ладно и а я знаю почему я с немцами общала не всегда футером называет ладно самое главное что в следующем году мы ожидаем появление нового продукта который будет очень сильно влиять на разработку это пва который мы считаем что раньше о нем начали забывать но я думаю что он покажет еще в новом году как достаточно активное средство для разработки нас на самом деле насколько удобно это или неудобно вы же понимаете что каждая платформа затачивается под решение конкретных задач и у вас есть некая встроенная поддержка уже непосредственно в сами устройства и сами процессоры то есть эти интегрированные средства разработки они эмулируют некоторые технологии которые не реализуются аппаратными средствами насколько это эффективно но она не очень эффективно но позволяет немножко снизить стоимость разработки если вы пользуетесь какие-то средства разработки пожалуйста напишите в комментариях бигдаты это то с чем я кстати работаю я перешел из джавы в бигдату кстати на бигдате вы можете писать на джаве но вот к сожалению меня догнал питона и я пишу на питоне с каждым годом растет количество данных которые накапливаются большими компаниями эти данные недостаточно просто хранить их на каким-то образом обрабатывать и сложность проблема заключается в том что они могут находиться в разных источниках это могут быть базы данных какие-то просто файлы это могут быть какие-то сторонние компании которые набирают собирают какую-то информацию о пользователях например те те же социальные сети которые могут анализировать вашу активность и предоставлять какую-то информацию то есть эту всю информацию каким-то образом надо обрабатывать самое главное что это нужно еще обрабатывать на огромных дата-центрах когда вы имеете возможность распаролировать эту обработку данных чтобы ускорять иначе у вас некоторые данные могут обрабатываться там неделями что это дает это позволяет вам строить очень детальные отчеты делать исследования данных а также делать машинное обучение что у нас сейчас относится к восходящим трендом это дата варихаус спарк и стриминг на кавка следующий тренд это нфт и блокчейн ну блокчейн все наверно слышали то есть криптовалюта и так далее но многие не даже не подозревают что существует реальное произведение искусства как это просто обычные гиф файлы которые можно продавать и люди это покупает то люди это покупает ну все эти продажи осуществляется через nft платформу если мы рассматриваем прошлый год продажи на этой платформе были достаточно хаотичны но в этом году мы ожидаем взрывной рост и платформа растет количество пользователей растет ну мы ждем что это будет новый тренд окей следующий тренд это мл и ай-ай-ай-кей рост популярности голосовых ассистентов это классно но сейчас вы можете сделать улучшение вашего фото и видео при помощи cloud платформ вы можете просто закачать туда ваше фото и видео и при помощи нейросетей делать улучшение этих систем как это делается честно скажу для меня это темный лес но вероятнее всего делается какая-то оптимизация по пожеланиям и довольности клиентов после различных типов обработки но это очень популярно дело в том что если вы когда-нибудь пытались улучшать ваши фото и видео это очень нетривиальная работа за вас это будет делать cloud платформа и естественно в какие-то модели электронного обучения которые и машинного обучения которые вы можете могут использовать какие-то хитрые алгоритмы которые вы никогда не сможете найти не фотошопе не в какой-нибудь камтасе за вас будет думать машина это реально большой шаг про вперед то есть я думаю что это будет трендом если вы еще не сталкивались с маль в качестве разработчика рекомендую посмотреть курсы на юдеме мы потом вставим вот здесь ссылочку на монтаже и вы сможете сходить и ознакомиться с этим трендом и и и и и и и